Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале Читать нельзя сжигать. И, как видите, друзья, сегодня я обложилась книгами, потому что собираюсь рассказать вам обо всех своих томиках издательства Фантом Пресс в своей библиотеке. Книг передо мной действительно немало, посчитала здесь 51 том и однозначно будет больше, потому что ежемесячно издательство умудряется выпустить хотя бы одну интересную мне книгу. Именно за издательством Фантом Пресс я слежу наиболее тщательно, и вообще это издательство одно из моих самых-самых любимых. Вы, наверное, уже обратили внимание, что у некоторых книг, которые лежат передо мной, цветные срезы. Так не было задумано издательством изначально, это уже мои собственные художества. Если вдруг вас это заинтересовало, то где-нибудь здесь я оставлю для вас ссылочку на свой собственный мастер-класс о покраске книжных срезов. Давайте для начала посмотрим на то, как книги на сегодняшний день стоят у меня на полках. Я не особо заморачивалась тем, чтобы их расставить как-то по похожести, по странам написания. Нет, я просто старалась ставить рядом все книги одного автора и также более гармонично сочетать их по цвету, чтобы полки выглядели симпатично. В целом все книги издательства, как видите, стоят рядом, поэтому я всегда с легкостью могу найти нужный мне том. Специально для вас я решила сделать еще одну расстановку моих любимых томиков. И теперь на верхней полке вы видите все книги издательства Фантом Пресс, которые я уже успела прочитать. Это 31 том. А на нижнюю полку я составила те книги, до которых еще не добралась. Их ровно 20. Но, кстати говоря, две из них будут прочитаны в самое ближайшее время. Возможно, когда вы смотрите этот ролик, они уже тоже прочитаны. Друзья, посмотрите на этот ряд внимательнее. Если какая-то книга из этих является самой вашей любимой, или вы считаете, что она очень понравится мне, обязательно напишите. Возможно, я зря долго откладываю какой-то прекрасный том. Для моей личной библиотеки, склонной к накоплению большого количества томов про запас, такое соотношение прочитанного к непрочитанному, 31 книга против 20, очень хороший показатель. А все почему? Потому что я, правда, очень люблю книги этого издательства. Кстати говоря, друзья, если сегодня в моем ролике вы присмотрите для себя несколько интересных книг издательства Фантом Пресс, то купить их вы можете в интернет-магазине Читай Город. А у меня для вас, кстати, и акция есть хорошая, и личный промокод. Сейчас в интернет-магазине Читай Город проходит акция под названием «Ментальная перезагрузка». Эта акция даст вам скидку 15% на подборку книг о том, как победить стресс, успокоить мысли и не только. Акция действует до 12 апреля. Конечно, сегодня книги о том, как сохранить спокойствие и холодный рассудок, актуальны как никогда, так что обязательно переходите по ссылочке и ознакомьтесь с подборкой. Также, друзья, хочу поделиться с вами своим именным промокодом ЧНС15, который дает вам скидку в 15% на любые книги из каталога интернет-магазина, кроме предзаказов. Промокод действует с 9 по 16 апреля и, конечно же, в том числе распространяется и на книги издательства Фантом Пресс. Ну а на этом давайте уже переходить непосредственно к ним. И так как книг в этом ролике очень много, мы не будем подробно останавливаться на каждой, я дам вам буквально очень короткие аннотации или несколько своих собственных мыслей по поводу того или иного тома. И первое, что я хочу показать вам, друзья, это моя большая радость «Семь томов Энтайлер». Кажется, это все книги писательницы, которые выходили в издательстве. И я, к слову, очень жду других работ Энтайлер от этого издательства, как новиночку, заявленную издательством на этот год, так и более старых работ писательницы. Например, книгу, которая получила Пульцеровскую премию «Обед в ресторане. Тоска по дому». Да, никаких заявлений от издательства не было, но я очень надеюсь, что все-таки будут продолжать издавать одну из моих любимых писательниц. Но теперь давайте поговорим о каждом томе отдельно. Начнем с одной из наиболее известных ее книг, а именно это «Уроки дыхания». Собственно, эта книга тоже получила Пульцеровскую премию. Это простой, очень американский, с одной стороны теплый, с другой стороны очень трагический рассказ об одной семье. Главные герои этого романа уже совсем взрослая супружеская пара, им то ли за 50, то ли за 60 лет они уже воспитали, вырастили взрослого сына. И вот они направляются на похороны своих старых друзей. Но по пути они совершенно случайным образом узнают, что, кажется, их сын сейчас находится на грани развода. Это такая, с одной стороны, комедия положений, с другой стороны, очень тонкий и психологичный роман. Мне кажется, он понравится тем, кто от книги ждет не столько острого сюжета, сколько раскрытие внутреннего мира персонажей и поднятие большого количества интересных общечеловеческих тем. Если вы уже знакомы с этим одним из самых известных романов «Эн Тайлер», то присмотритесь также в «Катушке синих ниток». Эта книга наиболее близка к урокам дыхания, как мне кажется. Опять же, здесь в центре истории семья. Правда, в данном случае эта семья очень многочисленная, сложно сочиненная. У каждого персонажа есть какие-то свои тараканы. Помимо прочего, эта книга также является и семейной сагой. То есть здесь мы видим историю этой семьи в нескольких поколениях. Опять же, очень теплая и добрая история с одной стороны, не без драматизма, с другой. Следующий роман «Эн Тайлер» называется «Удочеряя Америку», и это название ему очень к лицу. В аэропорту столкнутся и познакомятся две семьи. Одна семья – типичная американская, а другая семья, проживающая в Америке иранского происхождения. Обе семьи ожидают прилета девочек из Кореи, этих девочек они должны будут удочерить. Первую годовщину после прибытия детей в Америку семьи решают отметить вместе. Ну а после этого они заближаются, становятся друзьями. В этом романе, конечно, в первую очередь поднимаются темы разности культур, и в целом автор пытается показать Америку, как она есть. И еще одна книга «Эн Тайлер» у меня в руках. Это «Случайный турист», и мне кажется, что вот эта книга чуть больше отличается от всех предыдущих. Несмотря на то, что, как и всегда у писательницы, семейные отношения здесь играют очень важную роль, но все же на передний план выходит один персонаж. Главный герой – это мужчина средних лет, пребывающий в некоторых определенных кризисах. У него проблемы в семье, он на грани развода с женой. И эта книга, она о больших переменах в жизни, она о страхах этих перемен в первую очередь. Она о любви, которая возникает совершенно внезапно и иногда совершенно неожиданно для человека. Она о сложности принятия каких-то решений. Основной интерес здесь, конечно, представляет именно фигура главного героя, который является так называемым «случайным туристом». Он ездит по разным странам и городам и составляет такие путеводители для бедных, несчастных, обреченных бизнесменов, которые постоянно находятся в дороге. Для них он рассказывает о лучших местах, где можно остановиться, где можно поесть и так далее. Ну а ирония заключается в том, что вот эта работа мечты выпала на долю человека, который просто хочет сидеть дома и чтобы все его оставили в покое. Также у меня на полках стоят три романа «Интайлер», которые на сегодняшний день еще не прочитаны. Один из них — это «Морган ускользает». Этот роман вызывает у меня сейчас наибольшее желание его прочитать, потому что, говорят, он довольно сильно отличается от всех остальных работ «Интайлер», во всяком случае, которые были переведены на русский. Я слышала, что эту книгу называют наиболее мужским романом «Тайлер» и наиболее русским ее романом. Главный герой — Морган, ему около 40 лет, и он обладатель очень эксцентричного гардероба, странных нарядов и головных уборов. И все это, по сути, лишь способ как-то закрыться и убежать от своего серого, будничного, ничем не примечательного семейного существования. У него милая обычная жена и, как говорит аннотация, целые выводы к дочерей, но, судя по всему, Морган при этом довольно-таки несчастен. Но однажды Морган встречает пару скитальцев по собственному выбору, которые то тут, то там показывают кукольные представления. И с этого момента его жизнь меняется. Еще один роман «Энн Тайлер» — это «Клок Данс». Я, кстати, просто в восторге от оформления этой книги. Это история одной женщины. Я так понимаю, что довольно стремительно мы пронесемся по всей ее жизни. Вот она, молодая девушка, которая при каких-то странных обстоятельствах теряет свою мать. Вот она студентка, и вот она уже пожилая женщина, жизнь которой, казалось бы, подходит к своему концу, и она задается вопросом, неужели это все. Но вот после одного странного телефонного звонка и крайне неожиданного предложения главная героиня срывается с места и мчит через всю страну для того, чтобы начать заботиться о молодой женщине, ее дочери, их собаке, о людях, которых она раньше никогда не видела и не знала. И именно там, в этой странной эксцентричной семье, главная героиня наконец-то находит свое место и обретает спокойствие. По аннотации предполагаю, что это будет добрая, довольно легкая и теплая книга. Возможно, это именно то, что нам с вами сейчас нужно. И последняя книга писательницы на моих полках называется «Дилетантское прощание». Это история мужчины, который, будучи инвалидом, большую часть своей жизни страдал от излишней опеки со стороны матери и сестры. И вот в один прекрасный день он встречает Дороти, холодноватую, циничную докторшу, в которую он влюбляется. И вот они уже женаты, счастливы и самодостаточны. Но в один миг этого счастья как не бывало, после того, как на их уютный домик падает огромное дерево, и главный герой остается один. Но спустя некоторое время он видит призрак своей жены на улице, он ведет с ней длинные продолжительные беседы и удивляется тому, что никто ее не видит. Я думаю, что это будет довольно горькая история с теплым послевкусием, как и всегда, Оуэн Тайлер. История о потере близкого человека, о потере человека, который является для тебя буквально смыслом существования. В общем, не то, что я готова читать на сегодняшний день, но уверена, что книга тоже окажется весьма хороша. Движемся дальше, друзья, и давайте пока продолжим говорить о моих любимых авторах, которые выходят в издательстве Фантом Пресс. И хочу показать вам, конечно же, любимую Элизабет Страут и два тома об Оливии Киттерич. Собственно, Оливия Киттерич и снова Оливия. Я считаю, что эти книги стоит рассматривать как одно большое целое, потому что если вам полюбился первый том, вы точно не сможете не взяться за второй. И, конечно же, эта история играет более яркими красками и обретает новые смыслы, когда вы дочитываете ее до конца. Оба этих тома — это, по сути, такие сборники, новелл, при помощи которых мы можем под разными углами посмотреть на фигуру главной героини Оливии Киттерич, женщины уже в возрасте. Мы можем увидеть ее собственными глазами, глазами ее мужа, глазами ее друзей, знакомых, соседей, учеников, которые когда-то давно учились у нее математики. У писательницы получилось прекрасно показать этот маленький американский городок, где все друг друга знают. Мне кажется, что в отличие от книг Энтайлер, книги Элизабет Страут, несмотря на наличие в них тоже света и добра, все-таки чуть более депрессивны, потому что они довольно точно и в лоб рассматривают такие страшные темы, как тема конечностей человеческой жизни, старение, увядание, вот эта болезненная для любой женщины тема того, что твое тело меняется, и все в таком духе. Но мне кажется, что эти книги могут стать и какой-то своеобразной психотерапией, вместе с главной героиней проработать важные темы. За роман Оливия Китерич Элизабет Страут также получила Пуллицеровскую премию и, на мой взгляд, весьма заслужена. Еще одна работа Элизабет Страут, которая вышла у издательства в прошлом году, это «Мальчики Бёрджесы». Еще одна полюбившаяся мне история, пусть и не так сильно меня тронувшая, как история Оливии. В семье Бёрджес было трое детей, двое братьев и сестра. Сейчас они уже выросли, у них уже свои семьи и свои дети. Кажется, до сих пор они не смогли пережить, не смогли смириться с очень трагической, ужасной смертью своего отца, которая произошла еще в их детстве. Сестра осталась жить в родном городке в штате Мэн, ну а братья уехали в поисках лучшей жизни. Оба они стали юристами, но один из них – успешный адвокат, имя которого у каждого на устах, ну а второй – такой незадачливый, добродушный юрист. Они категорически разные. Но вот сейчас им предстоит вернуться в родной город, потому что какая-то неприятная история произошла с их племянником, сыном их сестры, и срочно нужна их помощь. Следующий автор, о котором мне хотелось бы вам рассказать, это Ричард Руссо, мой любимый Ричард Руссо. Первым делом я прочитала у него самый известный его роман, который опять же получил Пуллицеровскую премию, это Empire Falls. Empire Falls можно перевести как «упадок империи», но в данном случае название романа не переводится, так как это название самого города, в котором происходят события. Один из главных героев, Майлс Робби, уже 20 лет готовит бургеры на одном и том же месте. Пожалуй, у него была возможность добиться чего-то большего в этой жизни, но тем не менее день за днём, из года в год он делает одно и то же. Вообще очень сложно выделить основного героя в этом романе, потому что им, по сути, является весь этот город, который раньше существовал за счёт фабрики. Фабрика позже закрылась, и сейчас город, по сути, как-то с трудом доживает, наверное, свои последние годы. Молодёжь уже не хочет здесь оставаться, да и люди, которые прожили там всю жизнь, не видят особых перспектив. Книга, в которой первую половину повествования практически ничего не происходит, но вы просто наслаждаетесь мастерским, авторским стилем писателя. Ну а вторая половина многие вещи ставит с ног на голову. Действительно обрушивает на вас вот это ощущение вау-эффекта одно за другим. В общем, прекрасный роман, который когда-то у меня вошёл в топ-годы, совершенно не зря. Ещё одна книга от Ричарда Руссо, в данном случае это университетский роман под названием «Непосредственный человек». Хотя, возможно, университетский — это слишком громко сказано, потому что главный герой, Уильям Деверо младший, работает в захудалом колледже в небольшом городке. Давайте я просто зачитаю вам кусочек аннотации, потому что я не перескажу это лучше. Сам Хэнк по натуре наблюдатель и анархист, но кафедра стремительно разваливается даже без его усилий. В течение недели Хэнку предстоит пройти через массу испытаний и даже катастроф. Рассверепевшая коллега разобьёт ему нос. Аспирантка попытается его соблазнить. По местному ТВ его обвинят в казни гуся. Родной отец прибудет с желанием примириться навсегда, а некоторые функции организма вдруг объявят забастовку. Печальный и смешной роман про академических неудачников, про свободу-несвободу и просто про хороших людей. Лучше и не скажешь. Опять же, отличный роман и чем он выделяется на фоне других работ Руссо. На мой взгляд, здесь больше юмора. Автор здесь совершенно не сдерживался и я действительно улыбалась с первой до последней страницы. Последняя книга автора на моих полках это «Шансы есть». Но на сегодняшний день мы с вами уже ждём новую работу автора от издательства «Фантом Пресс» в этом 2022 году. А пока вернёмся к шансам. Пожалуй, это наиболее лиричная, грустная, в чём-то ностальгическая и очень музыкальная, кстати, история от Ричарда Руссо. Даже само название отсылает к известной американской композиции. Кстати, хотя бы после прочтения романа обязательно включите эту песню и, возможно, книга заиграет для вас несколько другими красками. Эта история заявлена как детективная, хотя на самом деле детективная линия здесь, конечно же, далеко не на первом плане. Трое уже престарелых друзей, которые когда-то вместе учились, 40 лет спустя снова встречаются и возвращаются на остров своей юности. Им есть что вспомнить, им есть о чём повздыхать, но в первую очередь, конечно, их волнует та самая история исчезновения девушки, которую каждый из них очень сильно любил. Ещё один автор, за которого я хочу сказать огромное спасибо издательству, это, конечно, Микаэль Ниена. Это просто самое моё сердечко. Книга, с которой началось моё столь восторженное знакомство с писателем, это известнейший роман, популярная музыка из Виттулы. Шведская глушь Витула Янка, она же Виттула, переводится как Сучья Волота, 1960-е годы, и два мальчишки, которые взрослеют в этом отрезанном от цивилизации кусочки мира. В мире уже вовсю гремит рок-н-ролльная музыка, ну а Витуле о такой ещё и не слышали, только старые народные напевы. Эта книга, на мой взгляд, замечательно, тонко и вместе с тем каким-то взрывным образом передаёт то ощущение, когда человек взрослеет, когда он меняется, когда он сталкивается с чем-то новым. Это и та самая, одна из лучших сцен в романе, когда главные герои, мальчишки впервые включают пластинку Битлз, и как им буквально сносят крышу, и изба начинает вращаться вокруг них. Это и другие моменты, это и первые чувства, это и первый сексуальный опыт. Вот книга наполнена такими яркими эмоциями, которые наверняка откликнутся в каждом из вас, потому что что-то подобное вы наверняка испытывали. В общем, моя большая любовь и одна из самых любимых вообще книг на моих книжных боках. Ещё один чудесный, пусть и совсем другой роман Микаэль и Ниеми, это, конечно, «Сварить медведя». Книга заявлялась как средневековая детективная история. И, конечно, многие проводят параллели с известным романом Умберто Эко «Имя Роза». Здесь детективная история – это не самое главное, на что стоит обратить ваше внимание. Реальная историческая личность, о которой, к сожалению, не так уж многое известно, это пастор Листадиус. Помимо своей основной церковной деятельности, он также глубоко увлечён ботаникой, исследует местную флору, ведёт записи. В ученики к этому интереснейшему персонажу попадает молодой, ещё совсем мальчишка, который сбежал из дома, где с ним очень плохо обращались. Это история очень трогательных, внезапных и постепенно возникающих детско-отцовских отношений. Это, опять же, история открытия мира, потому что этот мальчик, который не видел вообще ничего, не знает вообще ни о чём. Микаэль Ниеми здесь просто мастерски рисует перед нами этот суровый мир скандинавской природы, суровый быт этих людей. Конечно, в этой истории есть место драме, но в целом всё равно впечатления о ней у меня остались очень светлые. Ещё один роман Микаэля Ниеми это «Дамба», последняя книга автора, которая выходила в издательстве Фантом Пресс в прошлом году. «Дамба» — это роман-катастрофа. Это небольшая весьма зарисовка о том, как шведская река Люлео выходит из своих берегов, прорывает дамбу и в бешеном ритме несётся навстречу людям, машинам, домам, поселениям. Люди узнают об этом, можно сказать, в последний момент. Начинается срочная эвакуация и на всю эту историю мы будем смотреть с разных ракурсов, от лица разных людей, хороших и плохих, приятных нам и категорически для нас тошнотворных. Конечно же, в такой истории есть место сложному морально-нравственному выбору. В общем, это приятная, короткая история, весьма остросюжетная, с которой я провела несколько отличных часов, но это не самый любимый роман у Микаэля Ниеми для меня и не самый показательный. Следующий интересный мне автор это Чимаман Дангози Адичи. Фантом Пресс создавал две ее книги, обе они у меня на полках, обе они прочитаны. И если уж выбирать одну, то, на мой взгляд, «Половина желтого солнца» это более интересный, важный, глобальный, мощный роман. Здесь автор показывает нам реальные исторические события, войну Нигерии с Беафрой. Беафра — это внезапно образовавшаяся среди Нигерии страна. Естественно, большой Нигерии все это дело совершенно не понравилось, из чего вырос сложный, кровопролитный, пусть и не очень долгий военный конфликт. Повествование здесь сосредоточено в основном на одной нигерийской семье. Семье, кстати говоря, очень состоятельной. Две сестры, Алана и Кайнены, молодые девушки, очень разные, у них разные цели в жизни. Война, по сути, раскидала их по разным частям Нигерии. И у каждой из них будет своя интересная, сложная история. Еще одним важным персонажем этой истории становится деревенский мальчик Угву, который попадает в услужение к профессору. Эта книга показывает нам войну от лица очень разных персонажей, разного возраста, пола, социального статуса. Но, по сути, в конечном счете, особенно, когда все заканчивается, ты понимаешь, что какая бы это ни была сторона, какой бы это ни был ракурс, война — это всегда война, это всегда страдания, боль — это всегда потери, это всегда огромное, пустое место в человеческом сердце. В общем, книгу можно рекомендовать, действительно, очень крепкая, хорошая история. Еще один роман о дичи «Американха». Это уже более позитивный, более легкий роман о девушке, которая уже много лет назад переехала из Нигерии в Америку, в общем-то, уже социализировалась, адаптировалась на месте. Но, в целом, это история о том, что вообще чувствует человек третьего мира, который переезжает в такую страну, как США. И Феми Луи Абинзе жили в одном нигерийском городе, они без ума влюбились друг в друга, когда получали высшее образование. Но вот и Феми Луи уехала в Америку, а Абинзе остался у себя, чтобы позже к ней присоединиться. Но, к сожалению, события 11 сентября поставили крест на его мечтаниях, и он не смог уехать вслед за и Феми Луи. Годы идут, и у них постепенно складываются жизни, как-то отдельно друг от друга, отношения, семьи. Но что-то все-таки есть, да, в этой старой первой любви и какой-то незакрытый гештальт, к которому нужно вернуться. Не могу сказать, что история именно жизни этих людей и их взаимоотношений очень уж увлекательна, но книга действительно хороша, потому что во всех подробностях показывает, что такое быть черным не афроамериканцем в Америке. Еще один автор, с которым в целом ассоциируется издательство Фантом Пресс, это, конечно, Танна Френч. Кстати, вы знали, что когда-то издательство начинало именно с детективного жанра. И вот у меня в руках три книги-писательницы, из которых я пока прочитала только один роман, который называется «Сходство». Это отличная история. Да, с одной стороны, это университетский детективный роман. Кстати, очень многие проводят параллели с известным романом Донны Тарт под названием «Тайная история». Но, конечно, книги Танны Френч интересны не только детективной загадкой. На мой взгляд, именно эта книга хороша совершенно восхитительной атмосферой вот этой пьяной безумной юности, влюбленности в искусство. Причем влюбленности настолько глубокой, что она, казалось бы, проникает даже в обычную бытовую жизнь ребят. И вот этими лиричными, такими красивыми шекспировскими мотивами наполняется буквально весь мир вокруг главных героев. Кэсси Мэддокс раньше работала в дублинском отделе убийств, но после определенного случая она перевелась в домашнее насилие. Но вдруг ее снова вызывают по делу об убийстве. Оказывается, что мертвая девушка как две капли воды похожа на саму Кэсси Мэддокс. И все-таки она решает ввязаться в это расследование, причем ее начальнику в голову приходит совершенно безумная идея внедрить ее в качестве мертвой девушки, воспользоваться ситуацией, скажем так. И главная героиня, которая по сути уже по возрасту довольно сильно превосходит эту студентку университета, погружается вот в этот студенческий быт. Единственный момент, который меня печалит, сходство, это по сути вторая книга цикла, а первая книга на сегодняшний день не была издана издательством Фантом Пресс. И старое издание от, кажется, Аиста тоже сейчас не найти, да там перевод не тот, который меня, наверное, порадует. Зато у нас есть третья книга, которая вышла вот совсем недавно, называется она «Fateful Place». И здесь у нас будет смена главного героя. Мы несколько оставим Кэсси Мэддокс в покое. Теперь мы сосредоточимся на том самом боссе, который втравил ее во всю авантюру в романе «Сходство». Зовут его Фрэнк, и, как вы понимаете, он уже построил довольно успешную карьеру в дублинском отделе убийств. Но в этом романе мы вернемся к годам его юности, когда он проживал в ненавистном местечке под названием «Fateful Place», откуда, собственно, и хотел сбежать с девушкой, в которой был очень влюблен. Но, к сожалению, в запланированный день их побега девушка не явилась на место встречи. Спустя годы после одной находки открываются новые обстоятельства этой ситуации, и Фрэнку приходится вернуться в это место под названием «Fateful Place» и посмотреть в глаза о своем прошлом. И еще один роман Танны Фрэнч, который стоит на моих полках. Я купила эту книгу, потому что она тоже уже стала везде пропадать из продажи. Я нашла ее в каком-то совершенно редком для меня онлайн-магазине и тут же урвала, чтобы она у меня на полке стояла, ждала своего часа. Это одна из более поздних книг цикла о дублинском отделе убийств, но здесь будут совершенно другие персонажи, которым, собственно, тоже посвящено некоторое количество книг у Танны Фрэнч. Здесь у нас речь пойдет об Антуанете Конве и Стивене Моране. События этой книги происходят уже после одного из самых известных романов Танны Фрэнч, который называется «Тайное место». После блестяще раскрытого убийства в предыдущем романе главные герои теперь становятся официальными напарниками, но почему-то в отделе убийств их держат в черном теле и поручают им какие-то совершенно неинтересные бытовые дела. Но вот происходит некое убийство, убита молодая женщина и, казалось бы, это совершенно банальный случай, но, как часто бывает в романах детективного жанра, постепенно все оказывается несколько не тем, что казалось на первый взгляд. Но самое интересное в этом романе это то, что главная героиня здесь почему-то должна постоянно испытывать некий страх, некую паранойю, что ее хотят подставить, избавиться от нее и это в лучшем случае. Конечно, я пока у Фрэнч прочитала только один роман, но он мне настолько понравился, что надеюсь познакомиться со всем ее творчеством. Движемся дальше, друзья, и я только что поняла, что три книги я не учла в своей статистике, так что на самом деле у меня 54 книги от издательства Фантом Пресс, на самом деле 33 из них прочитаны. Да, я совершенно забыла о Стивене Фрае, потому что его книги у меня стоят отдельно на каминной полке, потому что вы только посмотрите, какая это невообразимая красота. За это издание, конечно, издательству хочется сказать отдельное огромное спасибо. и в принципе за то, что пересказ древнегреческих мифов от Стивена Фрая вышел на русском языке, к тому же в чудесном, шикарном переводе Шаши Мартыновой. Ну и, конечно, за качество издания тоже бумага у Фантом Пресс всегда прекрасная, всегда одинаковая, плотная, такая кремовая, очень приятная для глаз. Также здесь тканево-бумажный корешок, конечно, требует такого бережного отношения, но выглядит очень-очень стильно и красиво. И также эти книги иллюстрированы. Это какая-то классическая живопись или скульптура, которая, собственно, была посвящена теме древнегреческой мифологии. Первый том этой трилогии называется «Миф». Здесь речь пойдет о возникновении Вселенной по древнегреческому канону, о богах, о самых мощных существах Древней Греции. В общем, здесь большое количество самых основных мифов, без которых древнегреческую мифологию в целом невозможно понять. Второй том этой трилогии называется «Герои». И, несмотря на название, конечно же, боги и самые разные мифические существа в этой книге тоже присутствуют, но уже несколько на вторых ролях, а наблюдать мы будем именно за жизнью таких известнейших персонажей, как Геракл, Персей, Ясон, Белерафонт и другие. Наверняка вы их знаете. Ну и, конечно, Трое. Третья и последняя на данный момент книга в этом цикле. На сегодняшний день Стивен Фрай работает над четвертой книгой, над Одиссеей, и я ее очень и очень жду. Итак, Трое, конечно же, рассказывает о событиях Троянской войны. На мой взгляд, нужно читать все три тома строго обязательно, но если вы хотите просто общее представление о древнегреческой мифологии составить, то хотя бы первые два тома. Чем хорош Фрай? Это, конечно, своим фирменным чувством юмора. На первый взгляд, его отношение к событиям довольно-таки несерьезное, но это только на первый взгляд видно, насколько глубоко он проникается тем, о чем фишет. В общем, у меня, на самом деле, по этой трилогии было отдельное видео на канале, так что оставлю для вас ссылочку где-нибудь здесь. Еще один автор Фантома, который пусть и не стал для меня самым любимым, но его творчество тоже мне очень даже понравилось. Это Даниэль Шпек. У меня два таких толстеньких томика и прочитан пока только один, как ни странно, не самая популярная Белла Германия, а более поздняя книга Пикколо Сицилия. Этот роман был вдохновлен реальной историей и это, по сути, семейная сага. Молодая женщина узнает историю своего деда, который в военные годы в 1942 году находился в Тунисе, ну и был там, собственно, немецким военным фотографом. Это история его жизни, его семьи, его любви. История довольно трогательная и местами жесткая в этой книге. Для меня было несколько весьма шокирующих и очень сильно запоминающихся сцен, но в остальном это, конечно, довольно легкое чтение, как мне показалось, рассчитанное на массового читателя. Еще один роман Даниэля Шпека это более известная Белла Германия, которая, собственно, была экранизирована не так давно, но я пока сериал так и не посмотрела и книгу пока еще тоже не прочитала. Как я понимаю, повествование здесь будет построено похожим образом. Здесь также у нас есть молодая женщина, модельер, которая будет узнавать историю своей семьи. Нам здесь обещают немецко-итальянскую семейную сагу, которая охватывает три поколения, две страны, три разных отношения к жизни, три драмы. Посмотрим. Мне кажется, звучит интересно. Следующий прекрасный автор Фантома это, конечно, Амитав Гош. Я на сегодняшний день прочитала первую книгу его Ибисной трилогии, вторая ко мне попала совсем недавно и стоит на ближайшие планы для прочтения, и также издательство уже заявило, что третью книгу тоже в адекватно ближайшем будущем мы с вами можем ожидать. Если не весной, то летом, я думаю, точно выйдет. Первая книга Ибисной трилогии показывает нам Индию по времени это событие перед опиумными войнами, уже назревает конфликт, и что здорово в этой книге, то, что мы видим здесь вот этот опиумный процесс изнутри, как выращивается маг, кем он выращивается, почему, куда он поставляется, кто, по сути, подсаживает весь мир на вот эту наркотическую зависимость, но вместе с тем самое, наверное, интересное, самое сердце истории это ее персонажи. Здесь и обанкротившийся Раджа, который потерял все, здесь и французская девушка, которая жила в Индии вместе с отцом, но после его смерти остается одна и не знает, что ей делать. Здесь и молодой помощник капитана, который занимает эту должность, весьма неожиданно даже для самого себя, и у него при этом есть своя тайна. В общем, здесь много интересных, колоритных персонажей, и, как я поняла, в каждой следующей книге будут появляться и новые герои, и за старыми мы будем также продолжать следить. И первая книга, можно сказать, является таким своеобразным прологом, самым зачином истории, потому что это ивесная трилогия, именно на шхуне ивес все эти прекрасные персонажи отправятся в путешествие. У каждого из них своя причина покинуть Индию, своя веская причина. Начиная со второго тома, я так понимаю, нас ждут уже настоящие морские приключения. Ну а первый том, это была сама завязочка истории, можно сказать, герои только-только уплыли от берегов Индии. Еще один автор издательства Фантом Пресс, которого в этом издательстве явно очень любят и активно издают, но у меня с ним пока немножко неоднозначное отношение, это Бен Элтон. Я пока прочитала из двух книг, которые стоят у меня на пункте, только одну. Это Время и снова время. И если честно, из всех книг издательства, сколько я там сказала, 33 книги прочитано, вот это мне понравилось меньше всего. Ну это, во-первых, более жанровая история, это, можно сказать, научная фантастика, здесь главный герой отправляется в прошлое для того, чтобы, ну, по классике изменить историю, убить нужных или ненужных, как бы, смотреть людей, для того, чтобы история развивалась по-другому и мы избежали очередных военных конфликтов. Мне в целом нравится основная сюжетная интрига этого романа, в конце действительно был самый настоящий вау-эффект, и после того, как я книгу дочитала, она заиграла яркими красками. Но сам стиль ее написания, возможно, он, конечно, был ироническим и таким автором и задумывался, мне лично оказался очень неблизким, поэтому на сегодняшний день я немножко критически отношусь к Бену Элтону и не уверена, насколько этот автор вообще мой. У меня также стоит на полках его роман «Два брата», наверное, самая известная его книга в России. У меня неоднозначные ожидания по поводу этой книги, очень надеюсь, что все-таки она мне понравится, потому что аннотация здесь очень и очень интригующая. Это история об одной еврейской семье, в которой растут два брата, два мальчика. Они даже не подозревают, что они друг другу на самом деле не родные и более того, один из них не еврей. Это история о совершенно страшном в истории Германии времени, когда, по сути, возможность доказать свое нееврейское происхождение могла спасти жизнь человеку. Еще один автор, которого активно издает «Фантом», это Джон Бойн. Бойн интересен тем, что он пишет очень разные книги, не только с точки зрения сюжета, но и с точки зрения стиля и даже жанра. То есть, в отличие от, например, того же творчества Энтайлер, в случае с Бойном вы никогда не знаете, что окажется перед вами. У меня на полках две книги Бойна. Это «Абсолютист» и это «Незримые фурии сердца». «Абсолютиста» я прочитала, и книга мне, в общем-то, очень даже понравилась. Основные события этой книги происходят во времена Первой мировой войны, но здесь вообще две временные линии. Одна из них происходит спустя несколько лет. Главный герой едет к сестре своего фронтового друга для того, чтобы раскрыть какую-то страшную тайну. В книге очень громко звучит тема пацифизма и отказа от любого насилия, от любых военных действий, в любом проявлении, нежелание просто иметь со всем этим ничего общего. Во мне, конечно, книга отозвалась очень громко, как и вся подобная литература во все времена, но надо сказать, что здесь есть и некоторая интрига, здесь есть и очень мощные эмоциональные переживания. Определенно, эта книга не для всех, кому-то не понравятся некоторые звучащие здесь темы и мотивы, но я в данном случае считаю, что это сугубо их личные проблемы. Для меня же книга очень даже хороша, испытала огромную гамму самых разных эмоций, когда я ее читала, так что могу рекомендовать. «Незримых фурий сердца» я пока не читала, кстати, очень рада, что эту книгу допечатали, потому что я лично повсюду ее искала, гонялась за ней, и в итоге привезла ее год назад аж из самой Москвы. Эту книгу называют самым личным романом Джона Бойна, и здесь он показывает целый срез эпохи, начиная с середины 20-х годов и по наши дни. События здесь происходят в Ирландии, в Дублине. Если я правильно понимаю аннотацию, то здесь одной из главных тем будет тема гомосексуализма. В то время, в наши дни, соответственно, какие-то притеснения на этой почве. Также на обложке вижу, что роман написан в Диккенсовской традиции, и аннотация обещает поиски своих корней, собственной идентичности, что я, в общем-то, очень люблю. Также у Бойны есть еще множество интересных романов, которые выходили в издательстве. Я пока их на своей полке не приобретала, но продолжаю на них посматривать. Если вы что-то еще читали у Бойны и считаете, что мне обязательно тоже нужно с какой-то другой книгой ознакомиться, конечно, жду вас в комментариях. Друзья, мне очень хотелось рассказать для вас обо всех книгах издательства Фантом Пресс в одном ролике, но оказалось, что это, видимо, физически невозможно. Книг много, и о каждой хочется хотя бы немножко, но отдельно поговорить. Поэтому давайте все-таки на этом мы с вами сегодня закончим. Следующий ролик выйдет через несколько дней, и там я расскажу об оставшихся книгах. На этом, как и всегда, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте написать в комментариях, что из этих книг вы читали, какая вам понравилась, какая не очень, что вы хотите порекомендовать мне из тех книг, которые я показала, непрочитанных, или, может быть, каких-то других книг этого издательства. В общем, всегда рада с вами пообщаться. Большое спасибо за любую поддержку канала. Не забывайте, что в инфобоксе я всегда оставляю ссылочки на все свои площадки. Это и Телеграма, Бусти, и некоторые другие. В общем, на этом большое вам еще раз спасибо и всем пока!